Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс начинает свою программу. Сегодня понедельник, первый день рабочей недели, 3 октября в Чикаго, 11 часов утра, на восточном побережье Вашингтон, Нью-Йорк, 12 часов дня, в Калифорнии, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, это 9 часов утра, ну, а московское время 20, нет, не 20, 19 часов. Пока 19, время еще не перевели. Да, время еще не перевели, совершенно верно, скоро будет переводить. Ну, и у нас на связи, как всегда, по понедельникам, как всегда в это время, программа, которая называется «Путь йоги» и ее хозяйка, ведущая Анастасия Хрущинская, которая сегодня представит своего гостя Настя. Добрый день, здравствуй! Здравствуйте, Миша, спасибо большое! Как всегда, мне так приятно вас слышать и видеть, и очень я рада, что вы всегда меня так замечательно представляете. И действительно, сейчас в эфире моя авторская программа «Путь йоги», и я с огромной радостью и любовью представляю сегодняшнюю свою гостью Ольгу Баталову. Оля у нас с нами выходит в эфир из Киева. Олечка, привет, добрый вечер! Привет! Хочется, добрый вечер, хоть и у вас день, но у нас уже за окном темно. Ну, большинство, так как мы вещаем на русском языке, то, наверное, в большинстве в Европе сейчас уже, да, вечер, действительно. И я буквально пару слов, перед тем, как мы начнем разговаривать, скажу, кто такая Оля. Ольга Баталова, инструктор варджи-йоги. Возможно, вы помните, у нас в гостях в мае был Анатолий Пахомов, это автор методики варджи-йоги. Поэтому, если вы не слушали нашу передачу, обязательно послушайте, и я думаю, что нам сегодня Оля тоже немного об этой методике, об этой технике расскажет обязательно, поскольку у нас передача про йогу, хотя мы будем не только про йогу говорить. Вот, и Оля практикует йогу как корректный подход к позвоночнику. Она также специалист по здоровому питанию, косметолог, мастер по приготовлению натуральной косметики и писатель. Оля является автором потрясающей, удивительной книги, которую я уже почти дочитала к нашему эфиру, но не успела немножко. Книга называется «Путешествие к себе. Здоровый, красивый, гармоничный». Ну, собственно, темой нашей сегодняшней программы я как раз и выбрала название книги, которую написала Ольга. Ну, правда, я немножко его изменила. «Йога – путешествие к себе», да, потому что у нас всё-таки программа про йогу изначально, да, но так как йога в переводе с санскрита обозначает соединение, да, объединение, то мы поговорим обо всём. Оль, я всё правильно сказала? Верно, спасибо. Да, и, ну, тем не менее, мне хотелось бы, чтобы вы тоже про себя рассказали, как вы пришли в йогу, откуда, да, вот почему, почему йога, почему книга случилась. Ну, в общем, начнём нашу беседу, наш разговор. Спасибо. Мне кажется, в йогу приходят разным путём. Кто-то приходит как в ещё одну тренировку для тела, кого-то интересует вопрос, кто я, какие-то эзотерические моменты. В моём случае это было именно через тело. Я в детстве занималась спортом, я мастер спорта по художественной гимнастике. И когда я завершила свою карьеру, я рассказывала, что я больше никогда ничем не буду заниматься ни танцами, ни фитнесом, потому что очень меня это всё уже утомило. Выдержала я ровно год, и как раз пришла эра различных аэробик, тренажёрных залов. Меня потянуло туда заниматься для себя, и очень быстро стали тренера просить о заменах, и я начала преподавать. Я обучилась, стала инструктором фитнеса, различные направления развивала, мне всё это очень нравилось. Но спустя 5-6 лет я почувствовала, что у меня есть проблемы со здоровьем. Меня это очень удивляло, так как я всю жизнь веду здоровый образ жизни, занимаюсь, тем более я инструктор, уж точно знаю, как всё делать правильно. Однако у меня болелась спина, были проблемы с коленями, и я поняла, что что-то не так. Мне повезло, что я начала искать йогу, мне порекомендовали йогу как практику для позвоночника, и я сразу попала на мою школу, на моего учителя, это корректный подход к позвоночнику. После прохождения инструкторского курса я поняла, что не всё равно, как мы занимаемся. И те направления подвижности, которые предполагают скрутки, глубокие прогибы, чрезвычайные нагрузки, они будут тело изнашивать, и в том числе изнашивать и позвоночник. Поэтому я полностью изменила свою практику и практику преподавания. Я теперь преподаю только йогу и только КПП, корректный подход к позвоночнику. Дальше, конечно же, я поняла, что йога – это намного глубже, чем тело, и сейчас это в целом образ жизни, образ мышления. Йога – это тот скелет, на который нанизаны уже все остальные мои виды деятельностей. Ну, это да, это как раз понятно, особенно когда вашу книжку читаю, что я понимаю, что всё-таки путь пришёл из йоги. Йога такое направление обозначила, а потом уже пришли разные совершенно замечательные вещи, о которых мне тоже хочется поговорить. Я веду ещё одну программу «Женская гостиная». Я прям читаю «Косметология», «Здоровое питание». Боже, как же мне хочется об этом, обо всём поговорить. И, естественно, мне хотелось бы понять, как это всё в вашу жизнь пришло. Вот эти вот огромное количество направлений. Я знаю, что вы ведёте очень много разных программ. А вот сейчас, да, то есть вы не только занимаетесь йогой, ну, как бы йога – это как физическая практика, да, но тут вот даже в вашей книге описано, что у вас есть программы по здоровому питанию, по принятию себя. Ну, то есть, в общем, всё, что нужно современной женщине. Ну, и, в принципе, книга, она, конечно, такая, ну, она для девушки, да, для женщины. Я потому что не люблю, как бы, когда мы себя называем, там, ну, тётками, женщинами, да. Ну, женская как начало, да, но всё равно мы все девушки в душе. Да, и она написана, как бы, в таком, как бы, в режиме, в манере сказкотерапии, с такими интересными очень включениями, медитациями. Вот, и, конечно, мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о том, чем вы ещё занимаетесь, и как это всё тоже вот сложилось в один клубок, да, потому что, ну, не все же инструкторы йоги, да, предлагают ещё программы по питанию или по косметике, или по самомассажу лица. Вот, ну, как оно всё, всё, вот этот комплекс пришёл? В моём случае получилось так. Когда я преподавала фитнес, у меня было очень много занятий. Это могло быть 3-5 занятий в день. Когда я уже начала заниматься спиной, я перешла на преподавание йоги, однако всё равно оставила много занятий в один день. И оказалось, что моё тело не тянет уже и такой график, что это всё равно много. И, посоветовавшись с мужем, мы решили, что надо снижать темпы. То есть осталось несколько занятий в неделю, и, соответственно, у меня освободилось время. Если раньше я и подумать не могла о каком-то творчестве, о мастер-классах и так далее, у меня появилось больше сил, больше времени, и я занялась познанием себя через собственные руки. Всегда считала, что не умею рисовать. Пошла на мастер-классы по рисованию. Художником я не стала, но у меня уже есть комната, где висят мои картины, нарисованные на мастер-классе. То есть даже для самооценки это очень приятно. И теперь я могу тем же девушкам рассказывать, что пробуйте. Вам не обязательно становиться профессиональными художниками, но вы можете получить удовольствие от того, что рисуете. Различные другие были мастер-классы, и в том числе по мыловарению. После мыловарения – кремоварение. Сначала я хотела просто готовить для себя, но подружки просили сделать крем и мне. И так получилось, что родилась моя марка «Душевная косметика». И теперь я делаю различные средства по уходу не только для себя, но и для всех желающих. Таким образом, у меня есть несколько занятий йогой в неделю, есть определенные заказы на косметику. И курсы по здоровому питанию я раньше проводила очно, а сейчас в онлайн-формате. Со здоровым питанием тоже интересно получилось. Пока был фитнес, меня всегда эта тема интересовала. Но это были подсчеты белков, жиров, углеводов, калории, какая-то система, в чем-то ущемление. В общем, огромное напряжение. К счастью, мне встретился учитель, который совершенно перевернул все мои знания о здоровом питании. То есть это было скорее о самонаблюдении, о том, чтобы прийти к своей собственной системе, а не питаться по чьей-то диете. То есть это опять-таки о большой осознанности, просто в плане питания. То есть постепенно мы интуитивно подбираем те продукты, которые нам хочется именно сейчас. Мы отслеживаем, когда мы голодны и едим в этот период, а не просто по графику. Мы отслеживаем, когда наступает насыщение. И сегодня это может быть от одного яблока, а завтра от трех блюд. Потому какой-то одной системы питания, которая подходит всем, мы найти не можем. Иначе это будет обман просто. Потому вот так у меня сложился график. Вот такие я провожу семинары. Есть еще раз в год мастер-класс по женскому целеполаганию. Опять-таки мне хочется дать женщинам вариант не такой жесткий, как мужской, когда мы прописываем каким-то образом себя, пинаем к достижению результатов. А делаем это все интуитивно, с удовольствием, превращая цели скорее в мечты, в желания, вот какие-то эмоции. И тогда это действительно начинает работать. У меня вот сразу возник вопрос. Ну, я как человек, занимающийся аэрведой, да, и тоже интересующийся йогой много-много лет. И понимая вообще вот это, что то, о чем вы сказали, как раз вообще о том, что это индивидуально всегда, любой режим питания, невозможно следовать какой-то диете, да, которой одна всем универсальных диет не бывает. Неважно, как мы это назовем. Диета, режим питания, наши там предпочтения, привычки для каждого человека, это индивидуально, как индивидуально его конституция, как уникальное вот это соотношение душ, к которым человек рождается, и к которому он приходит. Поэтому я тут двумя руками за. А с точки зрения йоги, да, есть какие-то вот все-таки рекомендации именно по питанию, которые подходят для тела, потому что иногда мы на самом деле в силу определенных обстоятельств, привычек, да, ритма жизни, мы иногда даже не знаем, что на самом деле нам подходит. Я вот слушала лекции одного замечательного лектора, и он рассказывал о том, что он очень рекомендует всегда пробовать новые вкусы. Он говорит, что попробуйте, вот узнайте хотя бы чуть-чуть, потому что если вдруг вашему телу это будет нужно, да, вы в какой-то момент, ну, вспомните, тело вспомнит, потому что тело намного мудрее, нас намного эффективнее, да, работает, чем мы думаем. Мы его заглушаем, мы его, конечно, пытаемся замолчать, чтобы оно молчало, не разговаривало с нами, но тем не менее, на самом деле его нужно учить и тренировать, да, точно так же, как и все остальные мышцы. Ну вот, и с точки зрения йоги, какие вот вы даете рекомендации именно как йог, потому что, ну, понятно, что для тренировок нужна какая-то пища, да, чтобы понять. Потому что если мы, там, допустим, мы живем, там, 20-30 лет, мы свое тело не слушали, то в один момент оно, мы, конечно, его не услышим, и к этому нужно прийти. Что делать? Я рекомендую пробовать новое и развивать осознанность. То есть вот в том курсе, который я даю, естественно, есть определенная теоретическая информация и по режиму дня, и по режиму питания, и по совместимости продуктов. Но я не настаиваю на том, чтобы это соблюдалось догматично, вот просто потому, что так написано в какой-то книге или я сказала. То есть я даю какой-то перечень информации, и дальше предлагаю людям вести пищевой дневник и наблюдать, как это на них влияет. Если они видят, что это каким-то образом улучшает их самочувствие, значит, вот этот аспект они себе пробуют развивать. Если на них это никак не влияет, или негативный опыт, значит, это не ваше, пропускаем, идем дальше. Да, я повторю, что в целом я рекомендую в первую очередь развивать осознанность питания. Некая теоретическая информация тоже дается и по режиму дня, и по режиму питания, и по совместимости продуктов. А дальше тому, кто проходит эту программу, рекомендуется вести пищевой дневник и наблюдать, как все это влияет именно на вас. То есть не догматично соблюдать какие-то рекомендации, а пропускать их через себя, и вот то, что подходит, оставлять, то, что никак не влияет, или негативно откладывать. Ну, совершенно очень логичная система, хотя, конечно, она не всегда, к ней, на самом деле, довольно сложно подойти, потому что, конечно, осознанность, она требует очень-очень большой работы над собой, которая, собственно, вот в вашей книге очень хорошо она помогает. И я хотела спросить, а вот как получилось, что вот, ну, йога, там, маловарение, и тут раз, и Оля писатель еще, Оля книги, книгу написала, издала. И как это произошло? Так получилось, что я с раннего детства, я рано научилась читать, и, соответственно, много читала книг. И вот я была в больнице в 7 лет, и там написала свою первую книгу в тетрадке, в косую линейку. Конечно, это была шуточная книга про каких-то деток, но вот сама идея, я писатель, витала вокруг. Естественно, я не думала, что это может быть что-то серьезное. А когда уже был получен какой-то опыт и в преподавании, и в здоровом питании, я сделала такую некую методичку для того, чтобы давать ее своим практикующим, и люди тоже могли получить информацию. Годы шли, опыт накапливался, и я почувствовала, что мне хочется создать настоящую книгу, которая могла бы для женщин стать вот таким путеводителем по здоровому образу жизни, по красоте, по принятию себя. И все сложилось. У нас в Киеве сейчас очень много различных писательских курсов проводится. Вначале я попала на лабораторию первой строчки. Такой курс проводит Юля Дикая, и каждый может открыть в себе писателя на этом курсе. То есть попросту мы даем себе разрешение писать. Всего через несколько месяцев мне попался в Фейсбуке на глазах курс по книге, по саморазвитию. Там встретились девочки, которые были экспертом, каждый в своей сфере, и они хотели об этом написать книгу. С нами работала коуча Ирина Запотоцкая, которая помогла нам за три месяца не только написать книгу, но и издать ее, довести до печатного материального вида. И вот таким образом эта книга родилась. Но вы ее очень быстро же написали, да? Я знаю, что вообще просто прям какая-то фантастическая скорость. Да, получилось, что у меня уже некоторые были материалы. То есть я уже представляла, что там примерно внутри должно быть. Потому это было немножко легче, чем если бы я пришла на путь и только размышляла, о чем я хочу писать. То есть уже была концепция, уже было то, что я хочу в эту книгу поместить. И дальше работа, работа с удовольствием почти каждый день. И практически через полтора месяца основной костяк книги был уже готов. Дальше это корректура, верстка и непосредственное издание. Мне очень понравилось в книге, что действительно вы там, йога занимает в ней не последнее место. И мне, конечно, хотелось бы еще немножко поговорить о той методике, которой вы занимаетесь, которую Анатолий Пахомов нам уже рассказывал, именно о корректном подходе к позвоночнику. А какие вообще вы в своей практике не используете позы или какие асаны не рекомендуете для своих клиентов и учеников? И вообще, как вообще понять, что у тебя есть проблемы или нет? Ведь кому-то же подходят, допустим, те же самые перевернутые позы. И они на самом деле большую очень пользу приносят, допустим, для того же очищения лимфы и крови, да, когда мы встаем, ну, даже в какую-то там совершенно простую березку, которую, не знаю, в школе раньше практиковали на уроках физкультуры. И, естественно, кому-то она может быть вредна, но не для всех же правильно. То есть кому-то это подходит. Как вообще определить, что у тебя есть проблемы с позвоночником или нет? И какие можно безопасные, так сказать, асаны делать, а какие лучше избегать? Спасибо за вопрос. Касательно березки и физкультуры в школе. К сожалению, то, чему учили нас в школе и то, что сейчас делают дети по сей день, это далеко не полезные упражнения. В том числе и березка. Если помните, утиный шаг был такой очень популярный. Это вот именно то, что приносит вред позвоночнику. Касательно прокачки крови и лимфы. Она прокачивается самыми простыми упражнениями, вот в частности практики по работе с животом, банхи и даже элементарная ходьба. Если вы будете ходить, у вас уже прокачивается кровь и лимфа. Вы приняли какое-то положение, у вас прокачивается кровь и лимфа. То есть это тоже некий миф, что для того, чтобы у вас все заработало, вам нужно встать на голову или сделать березку. Кроме того, перевернутыми позами можно считать любые, где у вас таз выше уровня грудной клетки. Для этого нам достаточно лечь на спину, согнуть ноги и поднять таз вверх. Адхачи красана. Или сделать позу, упрощенно назвать ее складочка стоя. У вас будет голова ниже, чем таз. Утхоутана или уттана. Почему мы не рекомендуем перевернутые позы? Потому что, если представить позвоночник, он имеет форму эфелевой башни. Сверху шейные позвонки маленькие, потому что им нужно удерживать всего лишь голову. Чем больше, тем позвонки становятся крупнее и уже поясница. Это большие позвонки, которые на себе должны держать вес всего туловища. Когда мы делаем перевернутую позу, мы всю эту конструкцию, всю нашу эфелевую башню переворачиваем и на маленькие шейные позвонки идет нагрузка уже и туловища, и еще и ног, и рук в придачу. Таким образом, очень легко заработать подвывик, в действии травму спины. На тему, если уже проблемы с позвоночником, есть два таких фактора. Либо уже поваливает спина, вот просто в течение дня чувствуете, что что-то там ноет. Либо есть какие-то заболевания организма, потому что позвоночник это иннервация, и если у нас какой-то происходит подвывик, ущерляется нервное окончание, которое должно снабжать определенный орган, например. Этот орган хуже работает. И можно долго делать какие-то чистки, принимать таблетки для печени, но если не поставить позвонок на место, то есть если иннервация не возобновится, то человек будет продолжать болеть. Таким образом, в нашей системе мы исключаем те направления движений, которые могут повредить позвоночнику, как самой главной системе организма, как компьютеру, который управляет всеми остальными системами. Потому мы не используем скрутки, глубокие прогибы, наклоны в сторону, перевернутые позы в плане стойки на голове, березки. И очень щепетильно мы относимся к уровню нагрузки. Тела у всех разные. И если взять маленькую худенькую женщину, которая особо не занималась спортом, и крупного мужчину, который имеет большую мышечную массу, силу, тренировка у них будет совершенно разная. То есть мы должны четко отслеживать по своему телу, как мне сейчас в этой асане. Я хочу уже завершить, или мне комфортно в ней еще побыть. Вот даже групповое занятие ведется таким образом, что практикующий слушает себя и выходит из асаны, когда ему уже достаточно. Или делает более легкий вариант асаны. Или наоборот, мужчине хочется больше прокачать мышцы, и он делает несколько динамических упражнений, но тоже корректных. Таким образом, практика очень индивидуальная. Есть некие общие принципы, корректный подход к позвоночнику. И наше глубокое осознавание своего тела здесь, сейчас, именно сегодня, не сравнивая с тем, что даже было вчера на том же занятии. Понятно. Ну, в общем, да, это все очень логично, естественно, что нужно всегда помнить, что чем бы ты ни занимался, да, это не должно приносить какие-то большие проблемы и должно решать существующее. Я вас цитирую из вашей книги, у меня сейчас открыто как раз на компьютере. То, чем бы ты ни занимался... ...должно приносить новые проблемы и в идеале решать существующее. Иначе ради чего это? Йога ради йоги, да? Не, ну, да, но, к сожалению, вот мы вообще живем здесь вот на Западе, здесь йога как фитнес, да, и, конечно, меня очень радует тенденция, потому что, например, даже если мы посмотрим статистику на 2000 год и на 2015 год, то количество занимающихся йогой в Америке увеличилось с 4 миллионов до 20, по-моему, даже. Ну, то есть это очень значительный прирост людей, которые увлекаются йогой. Но, конечно, здесь это вот эти массовые практики, когда там по 500 человек собираются, да, и разворачивают коврики, и вот они занимаются йогой. Ну, как мне кажется, возможно, я не права, вот вы как человек более опытный, может быть, мне подкорректируете, мне кажется, это не йога все-таки, да. То есть это, ну, некая физическая нагрузка, ну, это скорее больше и тусовка. Мы пришли и подвигались вместе, чем мы занялись настоящей йогой, да, потому что, опять же, вот цитирую вашу книжку, настоящая йога начинается тогда, когда ты сворачиваешь свой коврик. И что, собственно, кстати, вот то, что вы имели в виду? Имела в виду то, что мы можем хорошо, очень себя чувствовать в специальном тренировочном зале, где для нас создали комфортную йогическую атмосферу, очень тихо, тепло и уютно, приятная музыка, благовоние. А потом мы выходим из зала и попадаем в какие-то повседневные ситуации. Кто-то нас толкнул, кто-то нагрубил, у нас у всех есть родственники, друзья и так далее. И вот как мы себя ведем именно в этой повседневной жизни, это определяет, а была ли йога, или это был просто ритуал, а что с этим всем делать в большом мире, нам непонятно. То есть йога — это спокойствие ума, это осознанность, это понимание своих эмоций, умение их проживать, умение с другими людьми не входить в состояние аффекта и потом очень жалеть, зачем я это сделал. То есть вот в этом всем йога. Физические упражнения — да, чтобы тело было здоровым, мы занимаемся, потягиваемся, крови и лимфу прокачиваем, мы занимаемся созерцательными практиками, учимся свой ум успокаивать. Но вот что там, за дверью зала, вот тут и будет показано, где йога. Ну да, и на самом деле, конечно, даже вот средства массовой информации нас сейчас некоторым образом дезориентируют, потому что я, например, заметила, вот даже в современном кинематографе сейчас уже так и популярно, то есть если что, там девушка, барышня, да, сразу раз и начала дышать там или йогой заниматься. Хотя, в общем, по сути, это, конечно, очень правильно, но мне вот немножко претит такая популяризация йоги, потому что я прекрасно сама осознаю, насколько это глубокая целостная система, и что не только мы, мы, конечно, можем решить очень многие проблемы, даже вот справиться со стрессом, да, как бы, например, дыхательной практикой, то есть если мы очень сильно нервничаем, нужно подышать, но это всё-таки не вот такая демонстрация, а чуть что, значит, села в лотос, да, и начала дышать. Ну, как мне кажется, не знаю, может, я не права, а вы как читаете? Здесь нужно понимать, что, во-первых, нет панацеи и отличать, где ритуал, а где непосредственно практика, работа над собой. По поводу того, на каком уровне йога у разных людей, это тоже всё индивидуально, потому что мы все приходим с разным и возрастом души, и с разными возможностями, и если для кого-то йога будет вот тем, что поможет всего лишь снизить стресс, хотя этого гога как важно, то прекрасно, для него йога состоялась в этом аспекте. А кто-то, может, приведёт в порядок, ему удастся и вес снизить, и наладить здоровье, тоже прекрасно. У кого-то получится духовный рост и так далее с помощью йоги, и это хорошо. То есть йога, она такая, что каждый может взять то, что ему именно сейчас нужно. И, возможно, вот как дети, в первом классе мы не можем рассказать ещё того, что выпускники услышат в десятом, в одиннадцатом, в двенадцатом. Кому-то будет достаточно и о йоге, вот того уровня знаний. Главное разобраться в том, как правильно работать с телом, чтобы ему не вредить, и потом не расстраиваться, что йога не помогла, или наоборот, принесла заболевание. И разобраться, что я хочу от этого. Опять-таки, чтобы не было чужих навязанных ожиданий, что должно быть у меня от йоги. Мне вот, мы немножко уже поговорили о том, что, ну, как бы осознанное питание, да, здесь всё вроде бы как бы понятно, да, но тем не менее, вот я уже сказала, что не всегда люди себя слышат, да, и очень сложно себя иной раз услышать, и вообще понять, как себя услышать. и всё-таки для этого я лично сама всегда практикую и рекомендую своим клиентам всё-таки проводить какую-то очистительную терапию, да, потому что когда мы избавляемся от амы, от токсинов, от шлаков, то наше тело, оно такое благодарное, оно, конечно же, нам начинает отвечать той же любовью, которую мы к нему проявили. И, естественно, оно показывает, ну, то есть, оно более отзывчиво становится. И на самом деле, тоже, опять же, вот интересный такой момент, то есть, допустим, у нас очень часто бывают забитые суставы, да, то есть, если мы проводим какую-то чистку на энергетическом уровне, на физическом уровне, то у нас всегда после этого тело гораздо лучше работает, оно функционирует, нам намного легче сдаются какие-то упражнения. Какие практики очищения вы рекомендуете? Егические, не егические, в питании? Весь нюанс в том, что когда в норме позвоночник, работают все органы, и не накапливается вот то, что вы называете токсинами АММИ, потому организм, он, в общем-то, самоочищается. Плюс по той системе, ну, это не система питания, а в целом, по интуитивному питанию, когда мы учимся отслеживать голод и насыщение, мы автоматически перестаём переедать. Опять-таки, мы едим столько, сколько нам нужно, всё это перерабатывается, естественным образом уходит, и необходимости в каких-то специальных чистках уже нет. Плюс, если регулярно делать, хоть вы и просили не о практиках, но я одну фразу скажу, если регулярно делать наули, банхи... Не-не-не, о практиках тоже, правильно-правильно. Это так, как громко, наши инструктора шутят, сто восемь наули, могут нейтрализовать вечернюю пиццу. То есть, если регулярно делать работу животом, то, в общем-то, организм опять-таки будет самоочищаться, при условии, что всё в порядке с позвоночником, что в целом человек ведёт нормальный, активный образ жизни, не переедает регулярно, более-менее здоровую пищу подбирает. То есть, какие-то специальные очистительные системы, они часто бывают большим стрессом. То есть, человек более-менее жил. У него был определённый гомеостаз, то есть, постоянство внутренней среды. Он прочитал или ему порекомендовали, что нужно почиститься. Начинает делать какие-то резкие телодвижения в этом направлении. Его организм в шоке. И в результате могут спровоцироваться какие-то проблемы, которых раньше не было, когда он вроде не питался так здорово и не пытался чиститься. А нарушение того же гомеостаза, это понижает иммунитет и дальше цепная реакция, что человек шёл в здоровом образу жизни, а приобрёл себе новую проблему. Потому вот, моё мнение, что нужно поддерживать внутренний звоночник, делать работу животом, постепенно двигаться в сторону интуитивного питания, не переедать, и нормальную физическую нагрузку, корректную, испытывать. И этого довольно, достаточно. То есть, мне нужно будет делать какие-то специальные мероприятия, для того, чтобы тело не перегружалось и не накапливались в нём токсины. Допустим, в той же самой йоге есть же вот шаткармы, которые, шесть таких йогических процедур, которые способствуют очищению. Опять же, если мы посмотрим на аюрведу, которая тоже достаточно тесно связана с йогой, то есть, есть процедура очищения организма, которая называется панчикарма, на пять действий панчи, это пять кармодействия, которые тоже способствуют очищению организма. И вот такие панчикармы советуют аюрведические доктора проводить два раза в год. Поэтому вот тут такой интересный момент, если корректно работает позвоночник, что все равно чистку не надо проводить. Мы же живём в материальном мире, мы же все равно какие-то вещи и на энергетическом, и на физическом уровне мы хватаем, даже если мы суперосознанные, да, вот я никогда не поверю, всё равно что-то, ну, если только мы не в монастыре живём, да, тогда, может быть, это всё можно исключить, всё равно что-то происходит, да. По поводу шаткан, их, естественно, имеет смысл уметь делать, и вот что касается тхаути, очищения желудка, очищения кишечника, их стоит применять, если действительно произошло отравление, переедание и так далее, но просто так на регулярной основе, в общем-то, это не имеет смысла, если организм нормально работает. И на самом деле, вот, и на мой взгляд, и по опыту моих коллег, и тех, кто меня окружает, можно жить без чисток и быть здоровыми. Есть большая выборка людей, которые имеют нормальный позвоночник, занимаются йогой, нормально питаются, и, в общем-то, без чисток прекрасно себя чувствуют. Не, ну, я тоже согласна, наверное, что чистки не всем нужны, опять же, действительно, когда мы идем на очень на чистом пути находимся, да, то можно, в общем, очень многих очистительных процедур избежать, но, например, ну, вот голодание, да, вот вы практикуете, кстати сказать, голодание, какой-то там пост, ну, не знаю, например, на экадаши, или, ну, какое-то прерывание, да, вот пищеварения, когда мы останавливаем, это же тоже, по сути, очистительная процедура, хотя, казалось бы, мы ничего не делаем, просто остановили пищеварение на некоторое время, да, ну, тем, что мы, пищу, пища в организм не поступает, наше тело отдохнуло, да, оно тем самым очистилось, согласны вы со мной? Я не практикую, не чувствую в этом необходимости, потому что, когда питание интуитивное, то, в общем-то, перегруза тела не происходит, или если я, например, сегодня по той или иной причине переедаю, я завтра чувствую большую тяжесть, и я интуитивно ем меньше, не потому что я от головы говорю, что сегодня на кефире, раз вчера был торт, нет, своему телу оно просто вчера подустало, и сегодня ему хочется отдохнуть, но это будет не от головы, потому что сегодня определенная дата, или я вчера не то съела, и потому накажу себя, это интуитивно, я хочу есть, я ем, мне сейчас не хочется есть, я не ем, то есть иногда все проще, когда мы это берем не из книг, не из чужого опыта, а слушаем себя, потому что в любом случае любые системы, любые рекомендации писал какой-то человек, у него на то время был определенный уровень здоровья, были какие-то потребности, были, возможно, какие-то заболевания, и он искал из этого всего выход, и он его нашел, например, именно вот путем изменения питания, путем каких-то упражнений, но потом он хочет помочь другим людям, дает им эту же систему, и те, у кого была похожая с ним ситуация, им тоже помогает, и люди говорят о том, что ура, мы нашли панацею, а другие могут делать то же самое, у них совершенно другие проблемы и заботы, и для них это не работает, потому, в общем-то, я за то, чтобы искать именно свои способы, слушать себя, можно что-то пробовать, но какой-то переходной этап должен быть, а потом все равно приходить к своей системе, не к тому, что где-то написано, даже запатентовано, и рекомендуется самыми высокими учителями. Тело, оно, как вы действительно сказали, очень умное, и мы зря ему не доверяем, оно подсказывает обо всем, дает сигналы. Ну, я тоже за компиляцию, и особенно очень важно знание, когда мы больше, чем больше мы знаем, тем легче нам выбирать, да, потому что мы уже понимаем, то есть вот это можно попробовать, а вот это нам не подходит. Опять же, если опираться на аюрведу, так как у всех конституция разная, то, допустим, если очень сильно вата доши выведена, да, то о каком голодании можно говорить? Наоборот, надо кушать, потому что можно улететь, нас может увезти. Вот, и, конечно, если у нас есть там, если очень много капхи, много амы в нашем организме, ну, я не говорю о причинах, ну, по каким-то причинам она там образовалась. Опять же, может быть, потому что тот же самый позвоночник плохо функционирует, и внутренние органы не работают, и они не справляются со своими функциями, у нас тело забито, да, тогда, может быть, имеет смысл провести какое-то очистительное голодание или там соблюсти какой-то пост. То есть не надо путать, на самом деле, я всегда тоже призываю, не надо путать йогу там и религиозные практики, да, потому что, опять же, если говорить об Акадаши, да, Акадаши всё-таки это, ну, некое такое очищение, которое, ну, продиктовано именно религиозной практикой в большей степени, хотя оно тоже полезно для здоровья. Вот. И сейчас я хочу вас попросить, чтобы вы нам рассказали, вот вы частично уже сказали про замки, вообще я эту тему обожаю, это моя любимая банха, это то, с чего я всегда утро начинаю, да, и я считаю, что это просто невероятная техника, и какие у нас утренние есть ритуалы из йоги, которые нам бы помогли наладить наше здоровье и работу позвоночника? По поводу утренних ритуалов, это да, бандхи, то есть первый корневой замок, работа мышц тазового дна, второй брюшной, втягивание живота под ребра без напряжения пресса, третий замок шейный, подбородок ключица, и четвёртый языковой, кончик языка на нёбе. Всё вместе мы это делаем на задержке дыхания после выдоха. Второе упражнение, огни саратхаути, волна животом, то есть то же самое, но брюшной замок в динамике, мы живот втягиваем, отпуская на одной задержке дыхания. Вот когда освоены эти упражнения, имеет смысл двигаться дальше и пробовать практиковать наули, потому что пока человек не умеет делать удеяну, втягивание живота под ребра, наули просто не получится. И далее практикуем наули по центру и с вращением вам адокшина наули в правую и левую сторону. Действительно прекрасное утреннее упражнение, и даже если не практиковать асаны, если больше никакой физической нагрузки нет, то это уже прекрасная прокачка крови и лимфы, отличное пробуждение, очищение организма, массаж внутренних органов. Ну, особенно вот молобанха, корневой замок для женщин, это просто вообще необходимое упражнение, на мой взгляд, да, опять же, вот мы так всё к женщинам, всё равно разговор сводится к женской теме, вот, потому что это, естественно, нам, женщинам, помогает, обеспечивает приток крови к внутренним органам, приток крови к матке, к яичникам, и это способствует, в общем, здоровью женскому, а женское здоровье, оно, собственно, вот, ну, как бы, если наши женские органы не здоровы, то, в общем, всё женское здоровье, оно, можно сказать, что у нас его нету, вот, поэтому, конечно, нижний замок, опять же, обо всём об этом можно прочитать в книге Оли, вот, я очень рекомендую, она доступна, да, через интернет, насколько я понимаю, её можно в электронном виде прочитать, вот, и я ещё, вот, про косметику, тоже такая тема замечательная, потому что, на самом деле, я так, как бы, опять же, знаю такой постулат из Аюрведы, что мы не можем ничего для своей кожи применять, что мы не можем есть, да, и какие есть способы, вот, вы, как человек опытный, поделиться, как нам подобрать вообще то, что нам подходит? Ну, вот, мне больше импонирует название даже не натуральная косметика, а физиологичная, то есть то, что будет физиологично воздействовать на нашу кожу. Поясню, что это значит. Когда мы хотим всего только натурального, мы, например, можем перейти лишь на маски из продуктов из ягод, да, берём клубничку и мажем её на лицо. Но если человек аллергик, то у него быстрее случится аллергия именно на вот такую маску из вроде бы натуральной клубники. При этом он абсолютно нормально может отреагировать на средство, которое было создано в лаборатории. Поэтому если задать вопрос, что важнее, натуральность или физиологичность, я за физиологичность. Потому и в той косметике, в которой я делаю, в ней есть компоненты, которые не выросли на огороде, они сделаны в лаборатории. Но воздействовать на кожу они будут хорошо. То есть кожа будет улучшать своё состояние, какие-то проблемные моменты могут уходить. Ну я именно за физиологичность, а не просто за натуральность. Это же касается масел. Есть такой распространённый миф, что можно перестать пользоваться кремами и наносить чистое масло на кожу. На самом деле, со временем это приводит к тому, что кожа ещё больше обезвоживается. Потому что масло, оно может только удержать ту влагу, которая есть внутри. Если мы не увлажняем кожу, то масло со временем просто будет её иссушать. То есть имеет смысл всё-таки пользоваться кремами, эмульсиями, но вот что уже там в составе, это мы можем смотреть, изучать и подбирать для себя более физиологичный уход. Ну вот как быть вообще в домашних условиях, если у меня нет возможности купить Вашу замечательную косметику, к сожалению, просто в силу географической разнесённости. Какие средства можно применять именно дома? И что бы Вы посоветовали? Если говорить прям о таких, которые можно самому сделать, не обращаясь к помощи косметолога, кремовара, то очень есть хорошая, простая питательная маска из кисломолочных продуктов. Для сухой кожи это сметана, для жирной комбинированной кожи это может быть йогурт или кефир. Всё элементарно наносится тонким слоем на кожу. Когда чувствуем, что высыхает, наносим прямо сверху ещё слой, потом ещё, и так можно до часу. Очень хорошо это, если чувствуете, что кожа обезвоженная, обветренная. Дней 10 можно, неделю сделать вот такой курс, и она сразу напитается. Это вот из такого простого, доступного каждому. А вот как понять, что кожа обезвожена? Она будет у Вас шелушиться, ощущение стянутости после умывания проточной водой, какие-то, возможно, покраснения, чувствительность кожи. Это означает, что защитный барьер уже нарушился по той или иной причине, и его нужно поддержать, восстановить. Огромное значение имеет то, чем мы умываемся. Очень часто средства для умывания, есть девушки, которые мылом умываются, чего не стоит делать, либо различные пенки, которые также пересушивают кожу. Мне очень нравится средство, кстати, аюрведическое, уптан, наверное, Вы знаете. Да, да, на основе нутовой муки, да? Но они там могут быть разные, эти средства. Самый простой состав – это нутовая мука, глина и очень мелко в порошок измельченные травы по типу кожи. Он не царапает лицо, и можно умываться даже каждый день, очень хорошее воздействие имеет. Хорошо, я надеюсь, что у кого будет возможность, то обязательно закажут у Вас косметику. И, опять же, возвращаясь к позвоночнику, все-таки у нас передача про йогу и путь йоги, я хотела бы у Вас спросить, какие есть правила безопасности вообще для позвоночника, есть ли вообще такое, что бы мы могли порекомендовать нашим слушателям для того, чтобы все-таки сохранять позвоночник в здоровье. Да, даже если они йогу не практикуют, скажем, но вот мы определились, что все-таки здоровое питание, да, вот некие йогические процедуры, как замки, очень помогают нам поддерживать здоровье позвоночника, но тем не менее мы носим сумки, мы носим какие-то тяжести, да, мы как-то неправильно сидим, и тем самым мы наносим вред позвоночнику, причем, может быть, даже этот вред, он намного более серьезный, чем от неправильной позы, потому что мы каждый день повторяем эти действия, да, и они у нас в итоге отпечатаются в нашем теле, а потом бабаха, у нас проблема. Какие у нас есть, так сказать, какие есть правила пользования нашим позвоночником? Так, все очень верно, вы говорите, у нас даже есть такое отдельное направление, как корректный подход к позвоночнику в быту, то есть, когда мы покидаем зал, садимся в машину, берем на руки ребенка, идем в магазин, сидим за компьютером и так далее. Есть такое золотое правило корректного подхода к позвоночнику. Плечи и таз должны быть в одной плоскости, то есть мысленно мы рисуем линию от одного плеча до другого. Я сразу выпрямилась прямо, да, вот привела к своей тазу и плечи в одну линию. Под этой линией мы рисуем вторую линию таза, и, соответственно, исходя из этого, вы можете просмотреть все привычные позы и направления движения. Когда я сижу, у меня плечи и таз в одной плоскости. Мне сейчас захотелось что-то достать справа от меня. Если я поленюсь, не встану и не возьму это, а захочу развернуться, сразу представляем линию плечей, она уже развернулась в другую плоскость. Соответственно, есть опасность подвывиха позвоночника. То же самое представляем, когда мы берем тяжелые сумки. Мы берем сумку в одну руку. У нас перекос на одну сторону, соответственно, нагрузка на одну сторону. Опять-таки, опасность подвывиха и травмы спины. Поэтому идеальный вариант либо рюкзак, либо хотя бы распределять вес в две руки равномерно. И если мы говорим о женщинах, то помните, что мы девочки, мы, в общем-то, не предназначены для переноса тяжестей. Всегда можно попросить, чтобы кто-то это сделал, или сходить несколько раз, не полениться. Таким образом, мы сохраним свое здоровье. Еще есть правило, что спина должна быть ровной. Но нужно помнить, что когда у человека уже есть подвывих, вот вспомнить бабушек, они сутулятся, да, потому что таким образом они немножко хотя бы облегчают себе состояние. Поэтому просто бить ребенка по спине, выпрямься давай, тоже особого смысла не имеет, потому что таким образом он уже, видимо, компенсирует какие-то болевые ощущения, которые там есть. Вот. Потому главное следить за положением плечей и таза. Это касается сна, потому что во сне мы проводим часов 8 ежедневно, и мы полностью расслаблены. И если мы будем в какой-нибудь скрученной позе это время проводить, то можно проснуться уже с болью в спине, хотя вроде ничего не делали, отдыхали. Это опять-таки осознанность. Сначала кажется, что сложно, как же я могу во сне знать, в какой я позе сплю. Но постепенно, наблюдая за собой, в общем-то, можно привыкнуть. Самая хорошая поза это любимая шавасана, лежа на спине, так тело отдыхает лучше всего. Лежа на животе, но не подтягивая колено в сторону. То есть просто подложи руки под голову или какое-то удобное положение. И если лежать на боку, то подтянув колени к животу. Таким образом, положение спины будет ровным, без перекручивания. Мне кажется, вообще большинство людей все-таки на боку спят. Я не знаю, если я, конечно, ошибаюсь. Я бы так представила себе, как спать лежа на спине, но мне кажется, это не очень комфортно. Хотя шавасана, конечно, поза чудесная. В ней очень удобно. Но опять же, вот интересный момент. Если есть проблемы с позвоночником, я знаю, что люди шавасане с большим трудом лежат, кстати. Это правда? Да, потому что они не могут уже до конца расслабиться. Есть мышечные зажимы из-за того, что сдвинулась кость, нерв, пережат, потому им некомфортно. Но все же нужно стараться какое-то положение себе поднять, потому что именно в шавасане очень хорошо спина отдыхает. Особенно, если это после физической нагрузки, кровь лимфа прокачивалась. И когда мы лежим, межпозвоночные диски, они напитываются вот этой жидкостью, немножко разбухают. И таким образом, хоть чуть-чуть раздвигают позвонки, и есть шанс, что зажатый нерв освободится. Потому что шавасана это, в общем-то, такое главное упражнение после любой, даже длительной ходьбы. Вот лечь на ровную поверхность, хотя бы 15-20 минут полежать. То же самое касается и сна. Но если на боку, то с поджатыми к себе коленками можно подкладывать подушки различные. Вот если посмотреть сзади, другой человек на вас глянет, чтобы позвоночник был ровный, не изгибался. Это же касается и качества матраса, то есть он должен быть ортопедическим. Подушка невысокая, в идеале тоже ортопедическая. То есть все это имеет огромное значение для здоровья и качества жизни в целом. Очень такая актуальная для Америки тема. Ну, в принципе, она сейчас и везде актуальна для современного мира. И вообще современный человек, да, он достаточно много времени проводит в положении сидя. Сидя в машине, сидя за компьютером, да, особенно вот интересно, у меня в семье, да, у нас несколько водителей, и все мы водим одну машину. И каждый раз я как-то сажусь, да, то есть я корректирую сидение, потому что я понимаю, что там моя дочь или мой муж, они по-другому себе откорректировали спинку, да, и у меня всегда возникает там вопрос, как они могут так ездить, потому что это жутко неудобно. Вот, какие есть тоже вот правила безопасности, и, кстати, вот интересный момент, потому что когда ты, ну, в машине, да, находишься, то у тебя есть определенные движения, да, которые ты смотришь сзади, ты смотришь в зеркала, и я не один раз встречала людей, которые получали травмы, да, при вождении машины, именно потому что слишком пытались там развернуться, да, то есть я как понимаю, что с точки зрения в арджи-йоге, мы как раз тем самым, когда мы смотрим назад, припытаясь припарковаться, мы на самом деле, ну, совершаем скрутку, которая для наших шейных позвонков крайне не полезна. Да, все равно, спасибо, что вы напомнили именно про автомобиль, пользоваться нужно зеркалами, и лучше всего купить себе Парктроникс-видео, где вы будете видеть, что происходит у машины сзади, потому что именно вот этот разворот еще и с рычагом, когда мы беремся за кресло, всем телом, хрясь, резко разворачиваемся назад, смотрим, что там, это именно та скрутка, которая может привести к защемлению нерва и большим проблемам. Нужно помнить, как мы садимся в машину, здесь уже правило этикета, как раз помощь, представить, что вы в узкой юбке или одеть ее, и вначале развернуться боком к сидению, опустить на него таз, и затем две ноги вместе перенести уже к педалям, и точно так же выходить. То есть, в общем, даже элементарно, как мы сели в машину, может на наш позвоночник влиять. Конечно, очень даже, особенно, если это часто повторяющиеся действия. Ну да, это я, это я с этим совершенно согласна. А за компьютером тоже, опять же, современный человек, мы сидим очень много. Вот, вот как, вот именно, какие есть рекомендации для того, чтобы сидеть правильно, да, то есть, на кончике стула там, или что? Во-первых, можно подобрать себе кресло, сейчас тоже есть с поясничной поддержкой, там специальные ортопедические кресла именно для тех, кто много работает за компьютером. То есть, выстроить правильно по высоте, по расстоянию, и все же чаще вставать. То есть, прямо оставить себе будильник, вот полчаса работать за компьютером, потом встать, потянуться, немножко пройтись. Эти две минуты только улучшат работоспособность, и даже если какой-то большой оффраут, их все равно нужно делать. И, да, стараться сидеть с ровной спиной, не перекручиваться, не тянуться куда-то, если надо что-то достать с полки, не полениться встать. Все это в целом очень хорошая штука для той же осознанности, для той же махамута, когда мы все время осознаем свое тело, и вот его движение, это одновременно и здоровье сохраняет, и позволяет нам удерживать внимание на том, что мы прямо сейчас делаем. Оль, скажите мне, пожалуйста, вот вы уже давно практикуете, вообще у вас спортивная практика такая огромная, вы встречали людей, у которых нет проблем с позвоночником, если они к вам первый раз пришли? Не встречала, и как говорит мой учитель, который костоправ и перевидал очень много спин, ему один раз довелось править целое село, и вот у всех были проблемы, потому что у людей тяжелый физический труд, а вот два парня пришли с практически здоровым позвоночником, и когда он потом разговаривал с их односельчанами, оказалось, что это самые ленивые парни на все село, они любят много лежать, гулять и не брать на себя огромной физической нагрузки. Также столкнулась с тем, что у спортсменов намного более проблемная спина, чем у обычных людей, которые даже просто сидят в офисе, потому спорт и здоровье это не одно и то же, и оздоровительные какие-то занятия и спорт это совершенно разное. Спорт это на износ, это на результат, и соответственно там совершенно другие методы и цели. Нужно отдавать себе в этом отчет, особенно когда ребенка хотим направить оздоровиться в спортивную секцию, нужно очень хорошо почитать отзывы, посмотреть тот же интернет, травмы в таком-то виде спорта. По крайней мере человек будет подкованным и будет знать чего ожидать, и если ему все-таки очень хочется этим заниматься, то по крайней мере это его выбор. Но это не обман, когда говорится, что как полезно девочкам заниматься гимнастикой, будет спинка ровная. Вот сейчас моя гимнастическая спинка говорит о том, что это не совсем так. А какой вид спорта, если мы говорим о детях, более полезен для них. Все равно нужно какую-то физическую активность обязательно вводить ребенку и приучать его с детства, потому что у меня трое детей, и я понимаю, что если детей не учить активно двигаться, то они потом во взрослом возрасте они не будут двигаться, им уже и не надо будет, потому что на вашем личном примере можно сказать, что вы вроде сказали, что не буду заниматься, а через год попросила, потому что она привыкла, она хотела. Да, я могла тогда выбрать что-то попроще, и не снова взять на себя огромную нагрузку, но это уже не о том. Во-первых, у детей до 6-7 лет в целом огромная активность, если их не останавливать. То есть дети все время бегают, прыгают, кувыркаются, и им в принципе до этого возраста, вот до первого класса, чего-то специального не нужно, просто не ограничивать их вот этой энергичности еще детской. Далее можно говорить о плавании. Плавание это корректный вид спорта, там нету скруток, плюс в воде снижена нагрузка на суставы. Можно говорить о детской йоге, но тоже уже после 7-8 лет, но опять-таки если она преподается корректно. У нас есть инструктор Женя Чернецкий, который преподает именно детскую корректную йогу, и это тогда, конечно, имеет прекрасное воздействие. Ну и в целом, если хочется привить детям активность, то вся семья должна быть активной, какие-то прогулки, для этого ведь не нужно обязательно бежать на стадион, идти в тренажерный зал, просто чаще вместе выходить на улицу, в парк, озеро, то есть какая есть возможность вовлекать детей вот в такую обычную активность. я поняла. Спасибо большое, Олечка, у нас уже время заканчивается, и может быть у вас есть какие-то краткие рекомендации, да, для всех наших слушателей, нас не только женщины слушают сегодня, и мужчины тоже, что для того, чтобы быть счастливым, здоровым и успешным. Хочется пожелать слушателям радоваться жизни, ценить каждый момент, вот что бы в нем ни происходило, проживать его, ведь все это опыт, и нам так кажется, что всегда должно быть только счастье, радость, но познать нам в физическом теле, в том числе в нашем эмоциональном теле, приходится разное. Имеет смысл ценить все, что приходит, делать из этого какие-то выводы, осознавать, любить жизнь, любить себя, и нести что-то доброе этому миру. Раз уж нам даны наши руки, ноги, тело, наш ум, то что-то созидать, создавать, вдохновлять других. Таким образом, эта жизнь не будет бессмысленной. Спасибо огромное, мне очень было приятно с вами побеседовать. Сегодня напоминаю, что с нами была Ольга Баталова, инструктор варджи йоги, кремовар, специалист по здоровому питанию и автор замечательной книги для девушек, для женщин, путешествие к себе здоровой, красивой, гармоничной. Кстати, очень рекомендую, если есть желание провести изменения к себе, то книга это своеобразное руководство, длиною в 30 шагов, чтобы изменить себя. За месяц можно добиться невероятных результатов, как я понимаю, судя по отзывам ваших читателей. И с вами была Ольга Баталова, Анастасия Хрущинская на радио Сангейтс в программе Путь йоги. И мы встречаемся с вами по понедельникам в 11 часов утра по времени Чикаго, в 9 часов утра по времени Сан-Франциско, в 19 часов в Киеве, да, Олечка, вы же в Киеве у нас? И 19 часов в Москве. Спасибо еще раз за то, что приняли участие в нашей программе и, надеюсь, не последний раз у нас есть о чем еще побеседовать. Договорились. Спасибо огромное. Всего доброго. Все, до свидания. Счастливо. До свидания. До свидания.